Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Мы работаем в прямом эфире в студии Ольга Цхавребова. И сейчас коротко о главных темах. Добрый вечер! Несовершеннолетние за рулем. 7 случаев нарушения закона и 1 ДТП. Сегодня в Сирии выбирают главу государства. За ходом голосования следят наблюдатели из различных стран мира, в том числе и представители нашей республики. По их словам, голосование проходит открыто с соблюдением всех демократических процедур. Подробности узнаем из репортажа нашего корреспондента Зарины Кочевой. В Сирийской Арабской Республике за ходом голосования на избирательных участках в составе группы международных наблюдателей работает югоистинская делегация. Для наблюдения за выборами президента Сирии приглашены представители более чем из 10 государств. По словам спикера парламента Южной Осетии Алан Ататтаева, выборы проходят по всем международным стандартам. Также соблюдаются повышенные меры безопасности. Мы сегодня выведем первую очередь в общий национальный праздник Сирийского народа. Праздник в том плане, что сирийский народ сегодня радуется именно, радуется правом своего выбора дальнейшей судьбы Сирийской Республики. Мы уверены, что каждый человек, который приходит на участие в голосовании, он глубоко осознает свою облеченность перед будущими поколениями, а также прошлыми героями, которые сложили свои головы на благах Сирии и зависимость Сирии. Аттаева отметил, что эти выборы имеют огромное значение для стабилизации ситуации в Сирии и для ее будущего. Я уверен, что сирийский народ очень мудрый народ и выберет себе президента, который поведет дальше Сирию к следующему будущему, как привела к сегодняшнему празднику. Спустя столько лет кровопролития в бою, сегодня сирийский народ в безопасности видит свое спектлое будущее. И я уверен, что каждый человек несет свой вклад именно в строительство этого общества. Глава администрации президента Игорь Кузаев, наблюдающий за ходом президентских выборов в Сирии, также заявил, что голосование проходит открыто с соблюдением всех демократических процедур. Соответствует всем международным городам демократии, опечатанные урны, тайное голосование. И что самое важное, один и тот же человек не может проголосовать дважды, потому что после голосования мизинец окунаешь в чернила, которая три дня не смывается. Если ты захочешь проголосовать еще раз где-то, то этого у тебя не получится, потому что люди будут знать, что ты уже голосовал. В принципе, все остальное так же, как у нас. И единственное, что у них тоже особенно, любой человек, проживающий в любом месте Республики, в Сирийской Арабской Республике, может голосовать на любом участке. Но это только на президентских. Они не привязаны к своим избирательным участкам. Вице-спикер парламента Владимир Кивихсаев также обратил внимание на позитивный настрой граждан во время выборов. Вице-спикер парламента Владимир Кивихсаев также обратил внимание на позитивный настрой граждан во время выборов. Выборы президента Сирии проходят каждые семь лет. Последние выборы состались в разгар войны в 2014 году. На высший пост в государстве претендуют три кандидата. Действующий президент Башар Хафиз Асад, Махмуд Ахмед Мери от оппозиции, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Салюм Абдаллах. Асад идет на четвертый срок. В 2014 году он набрал 88,7%. Ранее Сирией 30 лет руководил его отец Хафиз Асад. Правом голоса наделены 18 миллионов человек, в том числе несколько миллионов за рубежом. Оппозиция за рубежом заявила об отказе от участия в выборах. В ходе поездки в Сирию спикер парламента Аланта Таеви и председатель Народного собрания Сирийско-Арабской республики Хамуд Сабах обсудили вопросы по укреплению межпарламентских отношений между двумя странами. В ходе встречи было отмечено, что необходимо налаживать тесные межпарламентские отношения между Сирией и Южной Осетией и перенимать опыт друг друга в вопросах законотворчества. Аланта Таев, как глава делегации Южной Осетии, поблагодарил сирийскую сторону за приглашение. В годы Великой Отечественной войны она работала медсестрой, спасала сотни жизней. Южная Осетия простилась с ветераном Великой Отечественной войны Ефросиней Кудуховой. Ее не стало на 96-м году жизни. Ефросиня Арсеньевна была трудолюбивой. Она была примером того, как нужно любить жизнь. Репортаж Эльвиры Тибиловой. Не стало еще одного человека, внесшего немалый вклад в борьбу против немецкого фашизма. Сегодня в Цхиньвале прошли похороны ветерана Великой Отечественной войны Ефросиньи Кудуховой. В последний путь Ефросиню Арсеньевну проводили родные и близкие – члены правительства и представители общественности. Великой Отечественной войны Ефросинь Арсеньевне долгие годы проработала медсестрой. В годы Великой Отечественной войны благодаря ее профессионализму, чуткой заботе и внимательному отношению к раненым были спасены сотни жизней. Ефросинь Арсеньевне было 95 лет. Совсем недавно, 9 мая, перед Домом ветерана был организован персональный праздничный парад в честь 76-й годовщины Великой Победы. Великой Отечественной войны Ефросинь Акудухова была награждена медалями за победу над Германией, медалью Жукова и другими орденами и медалями. Указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова она была награждена медалью в ознаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Эльврия Дебилова, Альдина Чхоева, Заримар Суева. Информационный выпуск сегодня. Председатель правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев и министр труда России Антон Котяков подписали документ о порядке и условиях софинансирования за счет Российской Федерации, повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений. Документ позволит повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. Согласно внесенным изменениям, заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южная Осетия будет приравнена к заработной плате тех же категорий работников в Северокавказском федеральном округе. Бюджетники получат зарплату, приравненную к зарплатам 2017 года. Однако после подписания нового протокола мы выйдем на один показатель. В прошлом году МЧС Республики Южная Осетия также подписала соглашение с МЧС Российской Федерации о повышении денежного довольствия до уровня заработных плат по СКФО 2018 года. Но случившаяся пандемия нарушила планы. Однако уже в этом году, согласно этому соглашению, заработные платы будут приравнены к заработной плате той же категории работников в СКФО 2021 года. МЧС Республики Южная Осетия Пакет документов был подготовлен заранее. Помимо материального вопроса, также было прописано техническое оснащение ведомства, его нужны и штатная численность. Как отметил министр чрезвычайного ведомства, последний раз техника и аварийно-спасательные средства обновлялись в 2013 году. Практически по балансовой стоимости уже можно так сказать, что более 60% она уже изношена. Но это, конечно же, на самом деле техника у нас полностью в рабочем состоянии. Мы ее поддерживаем нормально, практически в отличном состоянии. Потому что мы знаем свои условия, что тогда нам так быстро технику уже не получим. Так что насчет техники у нас столько проблем. Вот на сегодняшний день не особо нас это беспокоит. Хотя ждем, конечно, пополнения и техники, и технического вооружения. Там много аспектов есть. Кроме техники там еще много чего есть. Для снабжения техники тоже техники. А вооружение не меньше стоит. Сроки реализации планов пока неизвестны. Но это произойдет в ближайшее время. В связи с проведением праздничных мероприятий сотрудники органов внутренних дел 25 мая проводили рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних водителей. Выявлено 7 случаев, когда за рулем сидели несовершеннолетние. Также с их участием произошло ДТП. Автотранспорт нарушителей дорожного движения перемещен в фильтрационный центр, который находится на территории ОМОН МВД республики. Дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге ЦХИНВАЛ-ЗНАУР в районе 7 метров 5. 16-летний житель ЦХИНВАЛа не справился с рулевым управлением. Приехал на полусустречного движения и столкнулся со столбом леп и деревом. В результате ДТП водитель и двойные несовершеннолетние 15-14 лет попали в больницу с различными телесными повреждениями. Во всех мероприятиях сотрудники милиции несли дежурство и все прошло с тобой нам. У одного Багаева Владимира была закрыта черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, ушиб правого плеча. Состояние средней степени тяжести, но все равно мы его госпитализировали, несмотря на то, что не было таких переломов. А вот второй, другой, тоже с ним был в машине. Он получил тяжкие телесные повреждения. Там закрытый перелом левого бедра в нижнюю треть. В процессе динамического наблюдения состояние ребенка ухудшалось. На повторном УЗИ было выявлено наличие жидкости в брюшной полости. После осмотра совместно с заведующим отделением и замглавврачом было решено взять его на операционный столб. Под наркозом с серосрединным разрезом вскрыли брюшную полость и во время ревизии обнаружили разрыв желудка с переходом на 12-перстную кишку. Оператором был Маргев Георгий, ассистентом была я и ТДФ Азамат. Сделали операцию все нормально, произвели перитонизацию, дренировали и постойно зашили операционную рано. После выхождения из-за наркоза больной был переведен в реанимационное отделение. Утром при осмотре состояние соответствует тяжести перенесенной операции. Состояние пока тяжелое, но стабильное. Судя по данным гемодинамическим, ему для жизни ничего не ухажает. Более комфортные условия для бизнеса, а все благодаря переходу на упрощенную систему налогообложения, которая предусматривает освобождение от уплаты НДС. Президент Анатолий Бибилов дал поручение в ближайшее время проработать механизмы и завершить работу над этим проектом до конца года. Тему продолжит Оксана Джоева. Упрощенная система налогообложения предусматривает значительные выгоды малому бизнесу. В частности, освобождение от уплаты налога на НДС, размер которого в настоящее время составляет от 6 до 10%. Поручаю правительству осуществить все необходимые мероприятия по данному вопросу и доложить мне об исполнении данного поручения до окончания текущего полугодия. Рассчитываем, что данная мера направлена на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства в республике, а также на облегчение и упрощение введения налогового и бухгалтерского учета станет еще одним стимулом для развития малого бизнеса. Упрощенная система налогообложения – это специальный налоговый режим. Он был введен в 2016 году вместе со вступлением Налогового кодекса Республики Южная Осетия. И чем принципиально она отличается от других видов, это прежде всего тем, что у платежища упрощенной системы налогообложения освобождается не являются платежщиками налога на добавленную стоимость. При этом доход за 9 месяцев у налоговых платежщиков не должен превысить 4,5 миллиона рублей. Поэтому мы с вами поставим задачу увеличить эту налогу до 20 миллионов рублей в год. Соответственно, налоговый режим, который будет подходить к этой категории, то есть доход будет составлять до 20 миллионов рублей, могут перейти на упрощенную систему налогообложения. В ослании народу и парламенту президент Анатолий Бибилов дал поручение в ближайшее время проработать механизмы и завершить работу над проектом до конца текущего года. Переход к упрощенной системе налогообложения предполагает освобождение от НДС. Как заверили в ведомстве, работа над документом с их стороны завершена и проект уже передан на рассмотрение Министерства финансов и экономического развития. Каджаев отметил, что закон в соответствии с нормами налогового законодательства вступит в силу в следующем году. Перед началом летних каникул Министерство образования и науки совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций и Министерством внутренних дел планирует провести плановую встречу с родителями подростков. Основная тема – соблюдение правопорядка и обсуждение проблемных вопросов. Кроме того, на встрече будет и дефектолог Александр Крысов, который приглашен в республику для оказания квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями. Министерство образования и науки в республике Южная Осетия приглашает родителей, также законных представителей детей, в том числе детей-инвалидов и детей, скажем так, с особенными потребностями в обучении. 28 мая в 2 часа дня в Большой зал заседания парламента. Формат встречи планируется провести как Республиканское родительское собрание в преддверии окончания учебного года текущего. Также во встрече планируется обсудить вопросы, связанные с непосредственно образовательным процессом, вопросы, связанные с организацией летнего отдыха детей. Мелодичные песни и зажигательные танцы. Вечером, в день последнего звонка, выпускники республики веселились на концерте в центре Цхинвала. Перед ребятами выступили представители юго-осетинской эстрады, а после была дискотека. Наш корреспондент Агунда Губозова тоже побывала на праздничном мероприятии. Для театральной площади Цхинвала состоялся праздничный концерт для выпускников школ республики. Мероприятие организовала администрация города Цхинвал. Для выпускников вечер прощания со школой на юго-осетинской сцене выступали знаменитые артисты Осетии. В адрес выпускников звучали самые теплые слова поздравлений. С напутственной речью к виновникам торжества обратился и глава государства Анатолий Бибилов. Дорогие друзья, сегодня действительно прекрасный праздник. Праздник не только для выпускников. Это праздник и для учителей, и для родителей, и для всех тех, кому вы очень дороги и очень близки. Я уверен, что учителя по вам будут скучать. Я уверен, что вы будете скучать по своим учителям, по своим школам. Но самое главное, вы сегодня встали на серьезный жизненный путь. Путь, который вам необходимо преодолеть. Путь, который надо пройти достойно. Путь, от которого будет зависеть ваше будущее. Дорогие наши дети, я вам желаю успехов. Где бы вы ни были, где бы ни учились, где бы ни работали, чем бы вы ни занимались, Самое главное, чтобы эти дела, эта учеба была успешна. И чтобы мы здесь вами гордились. Гордились вашими успехами. Гордились вашим творением. Гордились, что вы у нас самые лучшие. С праздником! В праздничный вечер выпускников поздравила заместитель министра образования Элиса Гоглоева. Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвелел последний звонок. И он стал началом ваших новых возможностей. Вашей длинной, долгой, я думаю, счастливой жизни. Желаю вам успехов, удачи, креативности, вдохновения. Дай Бог, чтобы в этой жизни каждый из вас нашел себя. Это большая дорога, очень ответственная дорога. И я призываю вас к тому, чтобы вы не забывали свою родину. Чтобы там, где вы себя нашли, где вы себя проявите, вы всегда с честью держали. После выступления президента селфи на память и традиционные напутственные слова от президента, написанные на рубашках. Выпускников своими номерами и зажигательными выступлениями радовали звезды Югостинской эстрады. Разделить радость, а также поздравить выпускников с окончанием школы приехали артисты из Северной Осетии. Центральная площадь собрала сотню выпускников со всех районов республики. Они, в свою очередь, выразили слова благодарности организаторам мероприятия. Сегодня мы закончили школу, и мы весьма этому рады. Для нас устроили концерт, и мы счастливы. В концерте приняли участие Лейла Маргиева, Таха, Милена Икаева, группа «Симпатику», ансамбль народного танца «Ирон» и другие. Для виновников торжества была организована дискотека. Агунда Губозова, Азамат Кудзеев, информационный выпуск. Сегодня. Уникальная возможность сотрудникам силовых структур Южной Осетии российские специалисты провели курсы повышения квалификации. Чему именно их обучали и как проходили занятия, узнаем из репортажа Батра Захурева. В Цхенвал приехала делегация Федерации служебно-прикладной подготовки структур К-9 и специалистов органов безопасности Кремль-9 во главе с президентом организации Зауром Абдурагимовым. В рамках международного календарного плана инструкторы Федерации провели курсы повышения квалификации представителям силовых структур Южной Осетии. Занятия проводили одни из самых лучших инструкторов международного уровня. Призер международных чемпионатов по стрельбе из пистолета и автомата Марат Сутаев и ветеран главного разведывательного управления Российской Федерации Алексей Кивилев, имеющий боевой опыт. В первую очередь, внимание было уделено огневой подготовке. По словам президента Федерации К-9 Заура Абдурагимова, занятия помогут повысить уровень подготовки сотрудников силовых структур. В служебную подготовку входят такие дисциплины, как тактика специальная подготовка, огневая подготовка, ну и в дальнейшем будет еще и добавлена общая физическая подготовка, специальная. Инновационные методики постоянно растут, переподготовка кадров, она постоянно необходима, система в мире тоже меняется, и все сотрудники, все военнослужащие должны постоянно изучать, что творится в инновациях в сфере подготовки. Сотрудники должны быть всегда на передовой, тем более сейчас для Республики Южной Осетии, для сотрудников, которые тоже сейчас ведут дежурство, занимаются безопасностью своей страны, необходимо постоянно находиться в хорошей боевой подготовке. В Международную Федерацию служебно-прикладной подготовки структур К-9 входит 35 стран. Членами организации являются действующие офицеры и ветераны спецназа ГРУ и ФСБ. С 2008 года Федерация начала сотрудничать с Южной Осетии. В 2015 году в Республике был открыт филиал Федерации, которую возглавил участник боевых действий, председатель комитета по молодежной политике и спорту Сергей Засеев. В 2018 году в Цхинвале прошел международный турнир по единоборству К-9. Мы проводили уже множество мероприятий, в том числе и мы устраивали турниры, помогаем нашим бойцам проходить подготовку, бойцам я имею в виду спортсмена, проходить подготовку в центрах Федерации, Российской Федерации. И, соответственно, выводим на турнир. Наши бойцы уже участвовали на множестве турниров, проводимых по ДГИД и К-9. А сегодня мы это более, естественно, другой, но это другая работа, другой вид, образно говоря, сотрудничества. Но, полагаем, что это все-таки, в первую очередь, поможет бойцам набраться еще опыта. В рамках курса в повышении квалификации занятия пройдут и на полигоне. Батрас Хурье, Варнольд Харебов, информационный выпуск сегодня. В Твери завершился второй этап пятой летней спортакиады молодежи России. В соревнованиях по дюдо среди девушек золотой медаль завоевала юго-осетинская дюдоистка Алана Алборова. Подопечная тренеров Тенгиза Туреева и Автандрила Габараева выступала в самой тяжелой весовой категории. Алана провела пять схваток и во всех одержала победу. В финале она одолела представительницу Москвы Дарью Лапину. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В Республике будет ясно. В Знаурском районе днем плюс 23, ночью плюс 13. В Дзавском районе 20 градусов тепла днем, а ночью 9. В городе Квайса днем плюс 16, ночью плюс 7. В Ленингорском районе днем 22 градуса тепла, ночью 11. Столица республики в Цхейнвале днем плюс 23, ночью плюс 12. На этом наша программа подошла к концу. Я Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова